Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фреш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о выставках, которые открыты в областном центре, а также немного поговорим о том, как с пользой провести летнее время и об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют сплошную облачность без осадков. Температура воздуха днем составит 22 градуса выше нуля. Ветер западного направления скоростью до 6 метров в секунду. В областном центре открылась фотовыставка под названием «Молдова. Страна и люди». Автор Дан Гуцу открывает Молдову посетителям Музея истории печати и фотографии Гомельщины. Снимки отражают быт людей, живущих в глубинке. Эти кадры передают истинные эмоции. И особое место в экспозиции занимают работы, отражающие обычаи и традиции страны. Погрузиться в современную Молдову можно до 29 июля. Не пропустите! Во дворце Румянцевых и Паскевичей можно посетить выставку гигантских насекомых. Челенистоногие – наши неизбежные соседи в любом уголке мира. Поэтому изучить их историю должно быть увлекательно. И сделать это можно, познакомившись с экспозицией «Гигантские насекомые». Хитиновые монстры палеозойской эры ждут вас в выставочном зале дворца. Летние вечера могут быть особенными и незабываемыми, когда они проходят под легкую музыку. Проникнутся атмосферы лирики и романтики, дадут возможность артисты Гомельской областной филармонии. Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Кузьменко и Елена Гастинская. В совместном музыкальном проекте филармонии и картинной галереи Гаврила Ващенко слушателям предложат новый вид досуга. На открытом воздухе в уютном уголке природы в программе под названием «Летнее очарование» – произведение популярной классики и эстрады. Не пропустите незабываемый концерт волнующей летней музыки. Слушатели будут ждать 30 июля в 18.30 в летнем дворике галереи. Прекрасное настроение и позитивные эмоции гарантированы. Сегодня Управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома проведет электронную ярмарку вакансии. Вакансии предложат Станко Гомель, Гомельский завод станочных узлов, Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, Горэлектротранспорт, производственно-технологическая компания «Мадерам Запад» и Гомельский мотороремонтный завод. Электронная ярмарка вакансии будет проходить с 10 до 12 часов на единой информационной площадке e-vacancy.by. Сериал «Оса. Особая следственная аналитика». Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого следа. Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычное преступление. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой следа, а традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распытывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий, включая наш телеканал «18.25». Сегодня в эфире телеканала «Беларущий Терегомель» очередной выпуск программы «Бизнес-план». У его героинь много общего. Они тезки, обе мамы в декрете. И каждая из них смогла превратить свое любимое дело в источник дохода, пусть пока и небольшого. О вкусных и полезных десертах, о своем призвании и самозанятости. Включайте телеканал «Беларущий Терегомель» в 19 часов 15 минут. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа ознакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте наш телеканал в 19.30. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. Не переключайтесь. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей и каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, в суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры касаемо раздела совместно нажитого имущества должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение трех лет, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь о соглашении разделе совместно нажитого имущества, соглашении о диетях, соглашение об оплате алиментов может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов, и здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры, и порядок определения размера алиментов, в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязкой идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. Она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей, и 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов, либо в соглашении о детях. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Я руководитель школы и клуба скандинавской ходьбы в Гомеле «Белые ходаки». В скандинавскую ходьбу я пришел благодаря усилиям своей жены. Это она первая обратила внимание на этот вид физической активности, ну а я ее, в общем-то, поддержал. И год мы ходили самостоятельно, нам это очень нравилось, но чем дольше мы ходили, тем больше понимали, что мы делаем что-то не то, и нам необходимо более углубленно изучить этот процесс. Скандинавская ходьба практически влияет на весь наш организм. Это укрепление сердечно-сосудистой системы, и дыхательной, и мышечный корсет. Ограничений не существует. Что касается детей, здесь, пожалуйста, милости просим. Я бы никому не рекомендовал ходить с палками по городу, по тротуарам, там, где ездят машины. Все-таки лучше выбирать какие-то парковые зоны на природе. Как всегда, Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Хочу пожелать, чтобы ваш день был продуктивным, а настроение исключительно хорошим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова